Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. От Кори в 2023-м планируют привить 7 тысяч человек. На Алтай привезли первую с начала года партию вакцины. Военкомат станет ближе. Электронные повестки затронут не только срочников. Как меняется система для военно-обязанных? Родственники наркоманов и алкоголиков могут неосознанно сорвать их ремиссию. Почему нужно следить не только за состоянием самих зависимых? Итак, 2000 доз вакцины от Кори привезли в Алтайский край. Это первая в 2023 году доставка препарата на территории региона. Сроки получения следующие неизвестны, но по сообщению Краевого Роспотребнадзора до конца года в рамках иммунизации на Алтае планируют привить 7 тысяч человек. В поликлиниках края уже составили списки непривитых от Кори. Этих людей будут обзванивать и приглашать на вакцинацию. При этом по сообщению специалистов точная цифра непривитых в крае только определяется. Напомним, с начала года в регионе выявили 32 случая заражения Кори. На сегодняшний день инфицирован один человек. Тем не менее, риск заболеть есть. Связано в первую очередь сначала с завозом, с заносом извне. То есть или привозят граждане нашей страны из поездок за рубеж, или привозят к нам мигранты, которые приезжают к нам, кто с трудовой деятельностью, кто уже с фактом проживания. Знаете, вот эта фраза избитая. Да лучше в детстве детской болезнью переболеть и потом всю жизнь не мучиться. На самом деле у Кори здесь есть подводные камни. Есть такое состояние достаточно тяжелое, которое развивается во второй половине жизни. Называется склерозирующий панэнцефалит. Это болезнь, которая протекает, если по аналогии, больше на слуху болезнь Альцгеймера и так далее. Вот такая деструктивная история в отношении общего статуса человека. И вроде бы при сохранных функциях жизненно важных органов центральная нервная система не дает ему полноценно существовать. Вот такая же подоплека может быть связана с вирусом Кори. С сегодняшнего дня в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. За последние дни в регионе уже выросло количество пожаров. Их регистрируют ежедневно. Так, за последние сутки сотрудники регионального МЧС потушили больше полусотни пожаров. Причины большинства из них – возгорание сухой травы или намеренное сжигание сухостоя и мусора после зимы. Обостряют ситуацию довольно сильные порывы ветра, в результате чего огонь становится неуправляемый. На сегодняшний день на территории региона зафиксировано около 30 активных термоточек. Каждый из них находится на контроле, подчеркивают в МЧС. Спасатели призывают жителей Алтайского края не сжечь в опасный период траву и не разводить костры. К другим темам. Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. Теперь повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на госуслугах. Если мужчина не увидел сообщение о повестке, то в следующий призывной период обязан сам прийти в военкомат для уточнения статуса. Так прописано в законе. Для уклонистов вводятся ограничения на управление транспортными средствами, на их регистрацию, на регистрацию индивидуального предприятия или статуса самозанятого, на сделки с недвижимостью и получение кредитов. Мы задали вопрос юристу, зачем повестки сделали электронными и что делать, если человек не зарегистрирован на госуслугах. Я, наверное, скажу, что для того, чтобы был порядок, если вот так изначально говорить. У страха, конечно, глаза велики, но у нас же в судебной системе мы все получаем электронные повестки. По электронному адресу, арбитражный суд, общей юрисдикции, они информацию предоставляют, можно эту информацию прочесть на сайте суда. Повестки, которые у нас вот законом предусмотрены, любые не только повестки, а любые уведомления, которые имеют юридическое значение. У нас в гражданском кодексе эта статья уже давно подлежала внесению изменений дополнений, это 165.1, в которой говорится, что каждый гражданин, который знает, что может получить юридически значимое сообщение, он должен отвечать сам за свои поступки и свои действия. И если эта корреспонденция пролежала на почте и вернулась в тот же самый, допустим, суд, от которого она пришла, то лицо считается надлежащим образом уведомлено. То есть, в принципе, наверное, этот закон, ну, продолжение всех тех законов. А правомерен ли такой подход вообще к получению повестки человеком? Ну, вообще, законодатель говорит любое сообщение, которое имеет юридическое значение, любыми способами, да, это заказное письмо, это WhatsApp, даже договора сейчас, когда заключаем, мы обязательно электронную почту указываем свою, то есть любыми способами, когда ты должен уведомлять. Ну, в принципе, то, что у нас через госуслуги, ну, мы сейчас всю информацию, наверное, получаем через госуслуги. Есть вопрос в другом, а будет ли у нас в даленных поселках, да, селах те люди, которые не имеют, ведь у нас доступ интернета, ну, хотелось бы, чтобы он во всех, но не всех возможностей есть. Даже открыть ноутбук, даже открыть телефон, вот, открыть, чтобы посмотреть. Здесь, конечно, я думаю, ну, нужно еще работать. Спустя рукава нельзя к этому закону относиться, да, а именно в том плане, что ты обязан будешь теперь хотя бы раз в неделю смотреть на госуслугах. А не было ли такой повестки? Минцифры России сегодня сообщили, что обжаловать повестку и решение военкоматов об установке ограничительных мер также можно будет на госуслугах. Такие обращения будут рассматривать в упрощенном, ускоренном режиме. На это понадобится пять дней. В Барнауле начали возводить второй этаж будущего хирургического корпуса Краевого центра охраны материнства и детства. В целом это будет восьмиэтажное здание общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров и стоимость устроительства в 4 миллиарда рублей. Сдать корпус планируют осенью 2025 года. Там разместят 7 операционных, реанимацию и 165 коек отделений урологии, ортопедии, травматологии, хирургии и нейрохирургии, онкологии. Последний блок оборудуют особыми суперстерильными палатами и одноместными боксами для матери-ребенка. Оснастят самым современным оборудованием, которое не везде, но в течение времени все же меняется. Вот у нас будет самое новое оборудование. Это нам позволит нарастить качество и объем помощи. Делаем операции примерно в каждом отделении около 800 тысяч, а можем нарастить объем операции примерно в полтора-два раза. Наркомания и алкоголизм разрушают не только зависимых. Родственники страдают не меньше, а зачастую вовсе становятся причиной срыва ремиссии. Специально для близких, зависимых людей уже 15 лет организуют анонимные группы помощи. О том, чему учат на занятиях, в материале Данила Кузнецова. В этот раз в кресле у психолога не наркоманы и не алкоголики, а их близкие люди. Неожиданный факт. По опыту врачей, именно родственники зависимых срывают им ремиссию. Мы пытались помогать пациентам, оказывали очень хорошие услуги, комплексные. Но когда пациент у нас снова возвращается в привычные для него условия, у него очень часто бывают срывы. И мы начали анализировать это, и выяснилось, что большое значение имеют как раз домашние условия, родственники. Родители, они как ждут? Они ждут скорейшего выздоровления, то, что все пойдет на поправку. Я также буду проявлять там гиперзаботу, гиперопечность. Родные стараются помочь, но делают это неправильно, утверждают специалисты медучреждения. И пользы от такого подхода нет. Родственники, находясь в созависимых отношениях с пациентом, пытаются чрезмерно контролировать его действия. В таком случае страдают обе стороны. А я зависел от его настроения. Употребил он или не употребил. У меня не было планов. Ситуация, в каком он настроении. Трезвый, нетрезвый придет. А я, получается, полностью зависел от его употребления. То же самое. Мы одинаковые были. И пытались друг друга переделать. Чтобы в хорошем смысле дистанцироваться от жизни пациента, родственников приглашают на свою терапию. И в конечном счете разделяют жизни пациента и его родственника. В краевом наркодиспансере несколько раз в неделю с супругами, детьми, родителями зависимых занимается психолог. Разыгрывают сценки из жизни. Помогают вести свой дневник и рисовать эмоции. Как в детстве. Примерно теми же методами когда-то работали с Дмитрием. Помогали разными способами. Я приходил на консультации. Мы долго беседовали. Искали корень проблемы. От чего у меня пошло. Как это пошло. Как стало развиваться. И попутно стал посещать различные кресла релаксационные. Такое оборудование называется сенсориумом. В нем человек погружается в транс и отвлекается от тревожных мыслей. Сенсориум очень благоприятно влияет на все органы чувств. Это в первую очередь, конечно же, зрение и слух. Мигание в очках помогает действительно расслабиться. А музыка в наушниках – это такой некий бриз морской. Больше 200 программ против курения, алкоголизма, депрессии и других видов болезней. В каждом варианте своя музыка и частота мигания. Правильное лечение быстро поможет гармонизировать отношения с собой и другими людьми. Кстати, большая часть от зависимых родственников, которые обращаются за помощью – женщины. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. По колено в грязи. Родители барнаульских учеников возмущены, что единственный тротуар на пути в школу затоплен. Уже несколько лет жители индустриального района добиваются благоустройства земли около 136-й школы. На месте побывала Валентина Аскерова. Единственный подход со стороны Балтийской. Вот такое вот море. Вот такие поддоны установили. И вот так вот ребятишки ходят в школу. Комфортная городская воплоти рассказывают и показывают родители барнаульских школьников. С марта месяца дети вынуждены едва ли не плыть в учебное заведение. Ребятишки вынуждены ходить по грязи, по камням. Так как у нас центральный вход у школы закрыт, он признан опасным. А с этой стороны вход у нас неблагоустроенный. На прошлой неделе администрация 136-й школы обустроила временный тротуар. Положила поддоны. Но и они не спасли. Школьники проваливаются, падают, приходят из школы в новом луке. Вот так вот сыночка пришел со школы домой. Пока переходил через грязь, упал. Через куртку замарал белую рубашку, обувь. Вот такая вот комфортная среда со школы до дома. Приходится и утром идти по этой грязи, по лужам, и вечером, соответственно. Участок земли находится на прилегающей к дому территории. Ответственность за его благоустройство лежит на плечах жителей. Обустройство пешеходной зоны удовольствия не из дешевых. Лишних денег у людей среднего достатка, естественно, нет. Поэтому жители хотят отдать участок муниципалитету, чтобы власти как надо проложили дорожку к знаниям. Но есть определенные сложности. Что будет очень проблематично для нашего дома, потому что нужно набрать очень большой кворум. И это просто нереально. Большую часть, в районе 100%, как мне поясняли в ГЖИ, нужно отголосовать, чтобы отказаться от земельного участка. Это просто безвыходная ситуация на сегодняшний день. Еще один вариант, отмечают юристы, софинансирование по государственной программе «Комфортная городская среда». Государство или муниципалитет готовы добавить гражданам для того, чтобы комфортность эту повысить, улучшить, построить детские площадки, устроить внутридворовую территорию или еще что-то. Но в любом случае доля софинансирования подразумевается обязательно. Законодатель исходит из того, что если люди свои денежные средства в этой части потратили, ну, наверное, более рачительно будут относиться к такому имуществу. Но и софинансирование жильцы вряд ли потянут. Счета за коммуналку растут семимильными шагами. Поэтому барнаульские родители просят властей посодействовать и обеспечить комфортное пребывание детей не только на территории школы, но и за ее пределами. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Сегодня вся страна отмечает День космонавтики. 62 года назад Юрий Гагарин вышел на орбиту Земли на корабле-спутнике «Восток». Советский летчик-космонавт стал первым человеком в мире, совершивший полет в открытый космос. Полет продлился около двух часов, если быть точнее, 108 минут. За это время корабль совершил свободный полет вокруг нашей планеты и приземлился в запланированном месте в Саратовской области. С борта корабля Гагарин сошел человеком, знаменитым на весь мир. В память о нем второй космонавт страны и наш земляк Герман Титов предложил учредить праздник 12 апреля – День космонавтики. И вот уже шесть десятилетий подряд в этот день в стране проводят просветительские мероприятия, тематические школьные уроки, музейные выставки, программы в планетариях. 30 барнаульских школьников получили сегодня свои первые российские паспорта. Все они участники движения «Первых» – новой в стране организации, которую создали для развития детей и молодежи сродни пионерии. Движение «Первых» призвано помочь школьникам реализовать себя в самых разных направлениях – в науке, экологии, спорте. Всего таких направлений 12. Сегодняшнюю акцию приурочили ко Дню космонавтики. Паспорта 14-летним вручают в 10 российских регионах. Алтайский край в их числе. Кстати, почти все участники торжественного мероприятия уже состоят в движении «Первых». Занимаюсь спортивно-бальными танцами, имея первый разряд спортивный по ним. Когда я получу паспорт сегодня, я буду его хранить аккуратно в обложке. А также очень счастлива, что с помощью него я смогу теперь самостоятельно летать на соревнования и просто отдыхать куда-то, может быть, по России. Очень для меня важно, что именно в такой торжественной обстановке я его получаю памятно. В рамках этой акции у нас помимо торжественной части, у нас есть атрибуты, которые мы наделяем участника данной акции. Это обложка на паспорт, будьте первым. Это знак отличительный, конституция. Ну и, соответственно, в последующем еще будет письмо от президента. Торжественно вручать паспорта отныне планируют раз в месяц, в какую-то значимую для страны дату. В следующий раз это будет в день пионерии, 19 мая. Стать участникам движения «Первых» могут и школьники, и студенты. Сейчас в крае уже 250 первичных организаций. Подать заявку на вступление можно на сайте «Будь в движении РФ». Может ли простой человек в одиночку тянуть за собой двухтонный внедорожник? И чем отличается пожарный кроссфит от обычного? Такими вопросами задались жители Барнаула на открытых тренировках со спасателями Алтайского края. Боевку пожарного на себя примерил и наш корреспондент Данил Кузнецов. На четыре счета делаем. Раз, два, три, четыре. Как будто обычная зарядка, но перед участниками не учитель физкультуры, а начальник барнаульского пожарного караула. Этой весной спасатели расширяют спортивные горизонты любителей здорового образа жизни. Желающих испытать нагрузку на себе ждали на территории пожарно-спасательной части. В этом году решено было провести мероприятие для людей, которые не сталкивались раньше с подобного рода соревнованиями, занятиями пожарным кроссфитом, так скажем. Почему? Ну, потому что это интересно. Можно будет попробовать свои силы. Вот. Кто на что будет способен себя проверить в первую очередь. Проверка не из простых. Полоса препятствий и пять испытаний на время. Ударить по покрышке, перенести 10-килограммовые гантели, поднять штангу, скантовать колесо и даже вытянуть внедорожник. Испытать такое решились немногие. И похвально, что среди них были девушки. Кроссфит для взрослых. Ну, сдвинуть, но когда она начнет катиться, катиться. Кстати, идея с автомобилем не единственное отличие от простого кроссфита. Пожарные тренируются в боевках, огнеупорной спецодежде. Средний вес такого снаряжения 30 килограммов. Но участники могли выбрать вариант полегче, без баллонов. В таком костюме попробовали пробежать и мы. Прогулочка фермера с гирями. Идеально по утру. А потом? А если будет пол? Вы сможете. А вот 10 раз поднять штангу, это уже куда сложнее. Да. Все, точнее. Ее вес составляет где-то 32 килограмма. Можно не опускать. У меня, как неподготовленного человека, получилось не все. Другое дело – профессиональные спортсмены. Я протренировал по новой, все свои новые группы мышц. Было, конечно, обидно в конце не дотянуть до конца машину одному. Но потом, только когда мы ее загнали, я ее дотянул один. А днем ранее пожарные ждали желающих на тренировки по поднятию гири и рукопашному бою. Обе акции прошли неплохо. Поэтому теперь спортивные встречи станут традицией. Следующее мероприятие алтайские спасатели планируют приурочить ко дню защиты детей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.